МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! В эфире 12-го канала новости. В студии Никита Гайдаши. Коротко о главных темах. Вложение в поколение. Омские предприниматели возьмут под свое крыло еще одну городскую школу. В лучших традициях лихих 90-х. Таксист, которого обвиняют в пытках и изнасиловании, прошел тест на вменяемость. Что показала экспертиза? И какие новые подробности шокирующего преступления раскрылись? И каким должен быть современный учитель? А МИЧ вышел в полуфинал нового федерального телешоу «Классная тема». Расскажем, как начинающему педагогу удалось опередить почти 6 тысяч конкурентов со всей страны. Жильцы дома на улице 20-го портсъезда, стена которого рухнула, сегодня начали получать выплаты. На данный момент зарегистрировано 141 заявление. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест. По его словам, сумма выплат по решению губернатора была увеличена и в среднем составляет 1 миллион 300 тысяч рублей. Всего же на покупку нового жилья выделено 174 миллиона. Кроме того, все пострадавшие получили по 9 тысяч рублей на первоочередные нужды. Напомню, что происшествие случилось днем 12 августа. У пятиэтажного здания рухнула кирпичная стена. Разбирать завалы сотрудники МЧС закончили только к 5 часам утра следующего дня. А 30 августа здание официально признали аварийным. Оно подлежит сносу. Уже в это воскресенье, 11 сентября, по всей стране состоится единый день голосования. Амичи будут определять состав городского совета на ближайшие пять лет, а жители 11 районов области выберут муниципальных депутатов. Ровно в 8 утра в регионе откроются 517 избирательных участков. 461 из них распахнет свои двери в Омске. Также комиссии будут работать сегодня с 16 до 8.00 и завтра в субботу с 9 до 14 часов. В это время еще есть возможность отдать свой голос досрочно. О ходе выборов мы будем рассказывать в прямом эфире «Часа новостей». Смотрите спецвыпуски на 12 канале в воскресенье, 11 сентября. От бизнеса детям. Сегодня мэр Сергей Шелест подпишет очередное соглашение о меценатстве. Так, масштабный ремонт на деньги предпринимателей в ближайшее время начнется в школе номер 7 на Левобережье. Напомню, что на данный момент подобные соглашения городской администрации и представители бизнеса подписали уже с шестью общеобразовательными учреждениями, а также школой искусств номер 10 и филиалом Центра творчества «Созвездие». Работы по программе меценатства идут полным ходом. В учебных заведениях меняют окна, системы отопления, обновляют фасады, ремонтируют кабинеты, спортзалы и пищеблоки. О том, какие работы предстоит провести в школе номер 7 и сколько образовательных учреждений в ближайшее время могут обрести своего мецената, расскажем в следующих выпусках новостей на 12-м канале. И к другим темам. Омский таксист может надолго отправиться за решетку. 40-летний водитель, которого обвиняют в похищении и изнасиловании женщины, прошел тест на вменяемость. Специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу и выяснили, подозреваемый в момент совершения преступления отдавал отчет своим действиям. А это значит, что наказание ему не избежать. В конце месяца мужчина предстанет перед судом. Череду преступлений, напомню, он совершил в начале весны. Приметил иномарку, которую продавала 30-летняя амичка и решил угнать автомобиль. А владелицу взял в заложницы. Украл ее в велирные украшения и сбережения. После запер в погребе под своим гаражом, где пытал. А затем вывез амичку в лес. В гараже ее оставил связанной. Самую верху. Чем и как ее связали? Подручными веревками, тросиками. Ну, она как бы сначала попыталась убирать ее, назад вернул. Причиняли телесные повреждения ей в гараже? Была попытка отключить ее сознание. Каким образом? Электрошокера. По пути я купил кофе, поесть, чакупай и тому подобное. На заправке. Зачем вы купили поесть? Потому что она замерзшая, поэтому я купил... Вам стало ее жалко? Да, мне стало жалко. После покупки угощений похититель изнасиловал женщину и бросил амичку на трассе. А сам уехал продавать ее автомобиль. Правда, жертве таксиста удалось добраться до города на попутки и обратиться за помощью к силовикам. Полицейские оперативно задержали преступника и вернули иномарку владелицы. Отмечу, что у подозреваемого и прежде были серьезные проблемы с законом. Таксист был судим за кражи и разбои. Теперь ему грозит до 10 лет колонии. Больше подробностей этого преступления, а также новый поворот в истории взрыва в Малосемейке на улице Краснознаменной в новом выпуске проекта «Основано на реальных событиях Омск». Сегодня в 20 часов после итогового выпуска «Часа новостей». Молодой учитель истории из Омска стал полуфиналистом телешоу «Классная тема». Платон Кузнецов уже сегодня отправится в Москву представлять наш город. Из 6 тысяч педагогов со всей страны отбор прошли только 35 человек. Теперь они продемонстрируют свой подход и методику преподавания не только детям, но и видным деятелям науки, представителям власти и даже шоу-бизнеса. О профессиональном пути молодого омского учителя и его фирменном педагогическом стиле смотрите в материале Дарьи Садчиковой. Дома у меня цветы не растут почему-то, но они очень хорошо растут на работе. На первый взгляд они скажут, что это кабинет истории, а не биологии. Платон Кузнецов, молодой учитель, разбил здесь ботанический сад. В ход идут все бесхозные черенки, ими он обменивается и с коллегами. Самый любимый, ну вот, наверное, вот этот. Мне этот подарила подруга, он так классно растет, и я хочу его поставить на шкаф, чтобы он так свисал, было очень красиво. Молодой учитель отнюдь не зеленый, а даже продвинутый. Работать начал еще будучи второкурсником Омского педагогического университета, и на парах появлялся гораздо реже, нежели на школьных занятиях. Первые два года занимался воспитательной работой, а затем получил классное руководство. Тогда пятым, а ныне уже седьмым. Молодой педагог трудится не покладая руку. Идти с работы в девять вечера, признается Платон, привычное явление. Профессия учителя, она очень многозадачна. Все, как я люблю, когда много дел, и я понимаю, что действительно эта работа важна как для меня, так и для других людей. Учителя нужны, чтобы наши дети были счастливыми. С такой активной педагогической позицией, мимо конкурсного отбора на телешоу «Классная тема», Платон Кузнецов пройти не смог. Проект запустили летом по поручению президента Владимира Путина. Шесть тысяч учителей со всех регионов России составили конкуренцию омскому педагогу. В полуфинал прошло 35. Среди них Платон – единственный амич. Организаторы сделали ставку на его типаж и креативный подход. В визитке Платон представил свою фирменную фишку – загадку. Одну из многих, которую он задает своим ученикам. Как решение, принятое еще во времена Александра Третьего, помогло советской армии победить в Великой Отечественной войне? У Платона для занятий в рукаве всегда припасен туз. Частенько с детьми он играет в правду или ложь, проверяя ребят на внимательность к историческим фактам. Использует даже элементы шоу и реконструкции. Такой подход дает плоды. Дети с нетерпением ждут уроков истории. Сегодня Платон отправится в Москву на полуфинал. Там участников ждет заключительный этап отбора – представление о разработке урока. Оценивать будут не школьники, а видные общественные деятели, политики, научные работники, актеры и даже космонавты. По итогам только семеро попадут в прямой эфир федерального телеканала. Победитель получит особый приз – возможность вести авторскую программу. Дарья Сачкова, Матвея Лемский, 12 канал. Шведский стол для диких животных. В Омской области косули, лоси и кабаны начали активно приходить на обед. Для этого в трех заказниках региона вырастили специальные поля. Они помогают в охотничий сезон сконцентрировать травоядных на безопасной территории и тем самым сохранять популяцию видов. Слетаются сюда и краснокнижные птицы. Для лебедя-шипуна в заказнике есть водоемы. Для кормежки животных на полях высадили ячмень, пшеницу, горох, подсолнечник и настоящий деликатес топинамбур. Его клубни очень питательные, а в земле они сохранятся до поздней осени. Часть культур с полей уже убрали, остальные будут привлекать лесных обитателей. Кабаны, если его не кормить, он все равно пойдет куда-то будет уходить. А здесь он концентрируется. Здесь вот болото рядом. Пшеницу вот сеяли, уже убрали. То есть зимой будем вывозить на подкормочные площадки. Вот их семь по всему заказнику. Ну а вот это, косули, вот это почистят подсолнечник. Добавлю, что меню для животных сохраняется на полях долгое время. Поля засеиваются по принципу зеленого коридора. Созревшие в августе и сентябре пшеницу и ячмень сменяет горох. После на его месте появляется рапс. Ближе к зиме созревает земляная груша. Кто еще приходит к кормушкам? Зачем в заказники валят осины и оставляют солонец? Смотрите в следующих выпусках новостей. Мастера слова молодых амичей приглашают на конкурс писателей. Побороться за премию имени Достоевского смогут жители региона не старше 35 лет. На конкурс можно подать книги, а также те свои работы, которые были официально опубликованы в коллективных сборниках или периодических изданиях. Предоставить их нужно в семи экземплярах. Заявке необходимо указать краткую творческую биографию и копию документа, подтверждающего возраст. Еще одно условие – прописка на территории Омской области. Заявки принимают до 20 сентября по адресу улица Чоканова-Леханова, 3. Лауреаты получат дипломы и денежные вознаграждения. В честь солнца земли русской жители Омской области могут присоединиться к княжему автомобильному крестному ходу. 11 сентября рано утром участники отправятся из Омска в село Екатериновка Теврийского района, где находится жемчужина деревянного зодчества – церковь Александра Невского 1905 года постройки. Православное путешествие продлится два дня. Участники повезут знамя спаса нерукотворного и лик Сергия Радонежского, который мирил поссорившихся князей, а также икону с частицей мощей Федора Ушакова. В программе посещение храмов Большеречья, Тары, Знаменки и Теуриза, а также паромная переправа через Иртыш. Так как другого способа добраться до памятника архитектуры до наступления зимы не существует. Как стать участником паломнической поездки, можно узнать на сайте Тарской епархии. Мы едем к уникальному храму, который сохранился в годы лихолетия, безбожия, удивительным образом. И сегодня является достоянием, памятником культуры, истории Омской области. Мы хотим привлечь внимание людей, которые переживают за наши святыни, уникальные памятники истории и культуры, хотим, чтобы они жили и дальше радовали всех нас. Уникальному храму посвящен один из документальных фильмов нашего телеканала. В день памяти Александра Невского, 12 сентября, зрители смогут увидеть ленту «С толпы севера. Княжий храм». Автор Наталья Змага и режиссер Наиль Насреддинов рассказывают о тонкостях деревянного зодчества, судьбах хранителей церкви и истории основания православия в Сибири. На 12-м канале фильм начнется в 11.45 и в 20.00, а зрители ОТР смогут посмотреть картину в 6 утра и в 17 часов 20 минут. Футбольный «Ртыш» сегодня постарается реабилитироваться перед болельщиками за домашний разгром от Тюмени. Напомню, наша команда проиграла лидеру группы 4 со счетом 0-3. Сегодня новый соперник «Торпедами АС», представляющий Челябинскую область. После семи туров «Торпедовцы» отстают от «Ртыша» на два очка и располагаются на шестой строчке. Победа гостей даст возможность уральцам сместить омичей с третьего места. Ну а в случае успеха речников «Ртыш» может вплотную приблизиться к своим недавним обидчикам в Тюмени. Отметим, что на следующей неделе «Ртышу» предстоит матч 1-64 финала Кубка России против Владивостокского «Динамо». Ну а следующая игра в рамках «ФНЛ-2» состоится на выезде 21 сентября против футбольного клуба «Челябинск». Далее прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Купи теплицу осенью, весной будешь с урожаем. Сейчас дешевле. Красный путь 143-1, телефон 341-341. И о погоде. 9 сентября в Омске облачно, днем до 16 градусов выше нуля. В районах также облачно, небольшой дождь, в дневные часы до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее в эфире смотрите программу «Управдом» и увидимся в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова